Всем привет, ребятки! Вы на канале Евгендру и у меня к вам, друзья, очень плохие новости. А какие именно? Досмотри это видео до конца и ты узнаешь. Из тебя лайк, подписка. Ну что, вчера я такой весь крутой решил, говорит, я покуховарю немного, покуховарил на свою голову, приготовил такую редкостную фигню, ребят, которую я никогда в жизни еще не готовил. И хочу вам дать один очень небольшой совет или большой совет. Никогда не ложите в мясо такое огромное количество приправ, которые вчера положил я. И особенно соевый соус. Я вот его хвалил, но я понял, что лучше такой соус не покупать. Купил его, кстати, в Авроре по акции, блин. Поэтому сразу говорю, лучшая приправа это соль и обычная приправка к курице. Это самый замечательный вообще, ну, будет и вкус, и аромат, и все будет немножко зажаристый. Потому что то, что получилось вчера, это просто жесть. Короче говоря, ее никто из моих не стал есть, кроме меня. Мне пришлось доедать почти целый килограмм курятины. Как-то не по приколу, если честно. Но я его, конечно, за раз не съел, оставил, потому что мне завтра на работу. Так что надо еще на работу положить. Короче, вы поняли, да? Ну, а у нас, ребят, сегодня воскресенье. Вот вечер, время сейчас 7 часов вечера. Это не говорится о том, что я каждый день в 7 часов вечера снимаю видео. Нет. Вот. Погодка у нас сегодня бомба на улице, но за исключением обеда. Когда в обед нашла огромная темно-синяя туча. И палился сумасшедший дождь, но потом в одну минуту он прекратился. Была гром-гроза. Мы эту гром-грозу случайным образом спутали с прилетами. Но потом, если ношу, это короче гром-гроза. Вот. Ну, а так, в принципе, потом солнышко вышло. И сейчас более-менее такая погодка на улочке. Прохладненько в квартире, особенно холодно. Вот сейчас тут бы как раз отопление, если включили, было вообще, наверное, просто прекрасно. Ходили сегодня мы на кладбище. Я же типа радонница. Сходили, проведали. И вот знаете, честно вам скажу, я пришел на кладбище, и только когда переступил порог, я понял, что кладбище, это, наверное, самое тихое место во всем мире. Потому что, ребятки, там похоронены мечты, желания, какие-то незаконченные цели всех тех, которые там находятся. И ты приходишь на кладбище, и просто слушаешь вот эту вот тишину. А на кладбище сегодня мало было народу, даже несмотря на то, что радонница, мало народу было. Вот. Я посмотрел и вспоминаю, когда я был маленький. Тайвына все по-любому тоже были маленькими, не без исключения. Вот. Мы не родились, и нам сразу 30 стукнуло. Когда берешь большую, огромную сумку. Короче, было так, чем больше ты сумку взял, тем лучше для тебя. И идешь на кладбище, и начинаешь. Можно помянуть, можно помянуть, можно помянуть. Да, я думаю, с каждым это было, ребят. Вот. И как насобираешь, кучу пасок, кучу яичек. А на кладбище такое столпотворение, знаете, как на одном огромном большом рынке. И в итоге ты 2-3 ходыря делал на кладбище. Приносил, я, как сейчас помню, маленький был, приносил у меня там целый тазик. Да какой тазик? Два тазика, ребят. Я даже в руках два тазика было сладостей наедался от души. Конфеты какие только, ну, себе можно представить. Потому что, сами понимаете, да, я хотя бы, ну, я родился в 90-е годы. И вот это было 98-99 год. Очень тяжелые времена были. Вы все, наверное, знаете, помните эти времена. И для меня это было огромное счастье. Когда я, честно сказать, особо много сладостей не получал в детстве. Ну, старался как раз вот на пасочку, на радонецку компенсировать. Ну, алкаши они везде, конечно, были. Мы ходили, собирали конфеты, печенье, паски, домички. А они, конечно, ходили, собирали 100 грамм. До того подойдут, нальют, до того нальют. Как-то так. И вот пришел я сегодня и просто офигел. Народу практически никого. Вот это действительно, что основная масса людей из Дружковки выехала. Да, конечно, люди возвращаются. Но их не так много возвращается. И видно, что посещаемость кладбища была не очень, скажем. Конечно, не знаю, во вторник тоже вроде как надо идти на кладбище. Посмотрим. Может, там намного больше людей будет, чем сегодня, чем в воскресенье. Но, кажется, все более божье, дорогие мои. А вообще, честно говоря, друзья, иногда... Вот мне сейчас 33, да? А иногда настолько сильно хочется вернуться в детство. Вот, я не знаю, многие, конечно, этого не понимают. Ну, многие понимают. Но хочется вот, когда тебе там снова 10-11 лет. Вот сейчас смотришь на Илюшку, да, и понимаешь, что вот... То, что сейчас у него в детстве, такого, друзья мои, у нас в детстве не было. Все мы помним, что было у нас в детстве. Лазение по свалкам, катание на свалках, на бутылках 10-литровых, пластмассовых. Не знаю, там, с-под масла, с-под соляры. Что у нас еще было? На кургане я ногу сломал, когда был очень маленький. Тоже накатался на свою голову. Дурные были, блин. И в латки играли, и там в пекаря играли. Вот, как сейчас помнишь, аж, блин, аж прослезился. А где сейчас это? Сейчас у молодежи что? Телефоны, 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 еще раз телефоны. Сейчас неинтересно вот так вот выйти там, в футбол побегать, погонять. Хотя, не, Илюха, в принципе, и там интересуется футболом. Просит иногда мячик побусать. Но сейчас, так как погода такая, мяч особо не побусаешь. Ну, и в велосипедах тоже катались. Я уже упоминал, да, и по драме, это везде, по-всякому. И втроем на одном. У меня вообще помню, в детстве был велосипед. Переднее колесо с Украины, задние стисы. И тут это такой, на этом Харли Дэвидсоне, вот, жигаешь по двору, с тебя там все ржут. Ну, вот это вот было реально детство. Поэтому, да, многие говорят, вот ты взрослый, взрослый. Да, честно, блин, порой уже настолько надоело быть вот этим взрослым. Ходится немножечко вот такого, знаете, разнообразие в своей жизни. Да, взрослый, да, там тебе 33, да, у тебя семья, дети. Блин, ну, не знаю. Конечно, если у вас другое мнение, можете написать комментарий. С удовольствием вас выслушаю. Вот так, вот смотрите, видите, под бурчанием мы с вами и нарезали салатика. Вот, ну, по обстановке, ребят, дружковки, я не могу ничего говорить. Все нормально, все хорошо. Все цветет и пахнет. Цветы распускаются. Жизнь кипит, бурлит. Потихоньку строят дороги. Так, по чуть-чуть, понемножечку. Магазины как работали, так и работают. Так что все нормально. Вот, кружков бы побольше открылось, но страшно, страшно и опасно. Ох, Илюха бежит, бежит. Вот, пожалуйста. Прибежал, нарушил весь покой. Ладно, господа, а то у меня уже почти достиралось. Будем дальше заниматься делами. Давайте. Кстати, буду серию лайфхаков запускать детских. Потому что ребенок ходит, говорит, папа, папа, давай, говорит, поснимаем. А я сижу, думаю, а что снимать? Вот что можно с ребенком поснимать? Лайфхаки? Согласен, можно поснимать. Вот это, наверное, будет куда более интересно. Так что следующие мои видео смотрите, подписывайтесь, лайкайте. Следующие видосы будут намного интереснее. И приглашайте, конечно, в мои видео своих деток. Потому что у меня нет ничего плохого, страшного. Все, друзья, давайте всем пока. Счастливо, доброй ночи и всего наилучшего. Пока-пока.